Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни. Это сын, который не говорит, дай мне козленка, сын, который раздает этих козлят, назначает урочное служанкам, меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужно миллион возможностей. Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание. Славное время, дорогие друзья, дорогие слушатели, владыки, миллиардеры, миллионеры. И, конечно, все те, кто сегодня с нетерпением ждет этих уроков и мастер-классов, «Как продавать небесное масло». Это такая самая, я считаю, резонансная тема, потому что один только слух о том, что можно продавать помазание, вызывает у многих людей панику, осуждение, религиозный взрыв мозгов и так далее. Но, тем не менее, Библия говорит о том, что Иисус все-таки сказал это слово «купи у меня». Он сказал «советую тебе». Знаете, как вот здесь «советую» Иисуса, который говорит строго с этим пророком в книге Откровения, с этим служителем, звучит очень внушительно, звучит буквально так, как я тебе настоятельно рекомендую «купи у меня». И там он что-то перечисляет. Сейчас мы об этом поговорим. В Ветхом Завете также есть место, где Бог, Дух Святой говорит людям «покупайте». Мы еще вернемся к этому месту, но, тем не менее, он говорит «покупайте без платы». Я помню, читал много раз это место, и он говорил за то же, за духовные вещи, за помазание. Я помню, читал это место и думаю, как это вообще сочетается? «Покупай без платы». Это означает, что покупка подразумевает плату. Но он говорит «покупай», не говорит «бери». Говорит «покупай без платы». И эти вопросы, то, что написано в Ветхом Завете, то, что говорит Иисус в книге «Откровения», они меня всегда вызывали раньше, когда я еще не знал, не имел этого понимания. Раньше вызывал у меня просто коллапс в голове. Так платно или бесплатно? Также меня удивляло несколько историй из уже Нового Завета, как отношение людей к финансам каким-то образом очень похожие. Деньги и вот помазание, но что-то было такое незримое в их поступках, что вызывало разные последствия. Например, у меня на этом моем канале, где канал Андрея Ковишин, личный канал, видео есть, наверное, трех-четырехлетней давности, где я приводил примеры вот таких персонажей из книги «Деяния», как Варнава и Симон Волф. Варнава что сделал? Он принес деньги, положил к ногам апостолов, продав свое имение какое-то родовое, положил деньги к ногам апостолов. И был могущественно помазан. Он стал апостолом, он стал тем, кто привел Павла. Представляете? То есть получил могущественное служение. И в конце концов, как мы знаем, он стал епископом Кипра, где у нас сейчас уже потихонечку зарождается служение. А может быть, когда вы будете смотреть это видео, мы уже будем владеть всем Кипром. Поэтому, дорогие друзья, Варнава принес деньги. Вот видимая часть, друзья мои, видимая, она была такова, что он принес деньги и получил помазание. А вот был другой персонаж, который тоже к ногам Петра принес деньги и получил проклятие. Представляете? Принес деньги и получил проклятие. То есть он сказал, дайте мне власть. То есть, по сути, попросил помазания. Но вместо помазания получил от Петра ругань, рекомендацию идти срочно молиться, пока не умер. По сути, Петр проклял его. Петр был очень резкий парень. Там Анания с Апфирой умерли, потому что он что-то сказал. И тут он говорит этому Симону, да будет тебе в погибель. Знаете, что это такое? Это практически звучит, да будь ты проклят со своим золотом. И ты, и твое золото, и серебро, или что он там принес, неважно, деньги. И вот, друзья мои, и Симон говорит, уже хоть помолись ты за меня, раз уже я такой проклятый. А Петр непоколебимый ему сказал, нет, иди сам молись, знаешь. То есть даже молиться за него отказался. Почему такая разница огромная? Я сейчас не буду это анализировать. Вы можете все это посмотреть в видео. Наверное, мы его приложим к этому уроку. И хочу сказать, что вот эти примеры, они всегда приводят верующих в замешательство. Они все время думают, а где же место денег? Почему так похоже, когда служитель служит в помазании, и ему приносят деньги? Почему это все так напоминает продажу даров? Почему всегда их подозревают, что они торговцы страхом, торговцы религией, и что они продают дар Божий за деньги? И все время вот этот как-то неудобный вопрос, знаете, его хотят куда-то засунуть под плинтус. Одни идут радикально, там вообще денег не берут. Даже там, знаете, вот как Петр, не надо, там отказываются. Другие стараются балансировать. Третьи думают, да, буду брать, и как бы ничего страшного. Но знаете, как я приводил этот пример Симона, в настоящее время, конечно, больше таких людей, которые приносят деньги, и служители, и говорят, а можешь помолиться за меня, чтобы на меня пришло помазание? Никого это вообще не смущает. То есть люди сразу, о, да, халилюя, берут деньги, молятся, там, высвобождают что-то. И, ну, то есть непонятно вообще, то есть как, почему Петр это не делал, почему сейчас многие это делают. И вроде как даже что-то работает. Поэтому вот, друзья мои, слова Иисуса, вот эти многочисленные примеры, и само вот слово «купи» или «покупай», там, оно, друзья мои, должно быть однозначно истолковано. И оттолкование этому есть. Я хочу дать, друзья мои, ответы на несколько вопросов. И в конце, конечно, мы будем молиться, друзья мои, чтобы вы приняли это откровение, чтобы оно просто буквально поглотило вас. Хочу сказать, что, конечно, прежде всего это откровение нужно всем тем, кто мечтает посвятить себя служению, как это говорят, на полное время. Означает, что заниматься только этим, только вот этим наделением, только, значит, продажей масла, помазания. И, друзья, конечно, это касается прежде всего тех, кто хочет посвятить свою жизнь служению, как это называется, на полное время. Понятно, что все мы служим, и все наши жизни, они являются так или иначе сплошным служением. Но речь идет о конкретном служении, помазании. И скажу вам, друзья мои, что, конечно, пользоваться помазанием могут все, но наделять помазанием, или, иными словами, продавать это масло, это специальное служение. И кажется, что это легко, потому что люди в начале пути, когда они говорят, что, о, зато не надо не заниматься бизнесом, я вот, помазание, а это кажется, на самом деле, друзья мои, с большими трудностями, и со всем, что сопровождает служение Духа, сталкиваются именно эти служители. Потому что, когда ты смотришь на служителей, которые высвобождают помазание, вау, сейчас говорю, вот, чем больше говорю помазание, у меня жирнеют губы, и начинает просто пьяное состояние наступать. Не, накрывает. Когда ты смотришь на уже состоявшихся служителей, которые транслируют мощное помазание, ты чувствуешь, что оно течет, оно захватывает, ты любуешься этим служением, потому что это круто. Знаете? Но всегда перед этим есть нечто. Это вот процесс, похожий на продажу воздуха. Знаешь, вот, и все служители, которые сталкивались вот с тем, что они хотели двигаться в помазание, сначала они себя чувствовали буквально продавцами пустоты. Потому что предлагаешь людям то, что нельзя вот потрогать руками. И сейчас мы дойдем постепенно, шаг за шагом, к тому, чтобы это чувство, как это чувство уходит. Когда ты становишься, ну, как бы, приобретаешь такие чувствования, когда тебе уже не кажется, что ты продаешь пустоту. Но всегда у таких служителей есть такой момент. И этот момент, он очень мучительный. Знаешь, когда тебе еще, как бы, нечего дать толком, но ты знаешь, что ты продавец помазания, служитель помазания, вот эта мука, я бы сказал, дохождение по мукам, это оно в бизнесе, в финансах, оно, друзья мои, похоже чем-то на попытку заняться бизнесом без первоначального капитала. Вот то, о чем весь этот курс. У тебя нет денег, но начать надо. У тебя еще ты не знаешь вообще-то, знаешь, как это помазание продается, как оно приносит деньги вообще. И поэтому вот обнаружить этот момент, это как вот реально, как мы говорили, проходили ресурс. В начале курса мы говорили, что приготовься, один из моментов это помазание. Потом мы проходили ресурсы, я упоминал, что один из мощных ресурсов это помазание. Не один из, а главный, да. И вот сейчас мы приходим, что все-таки это ресурс. И обнаружение этого ресурса, это вот смысл, после которого ты сможешь этим заниматься. Давайте сначала посмотрим шаг за шагом, что предлагает Иисус купить. Откровение 3 глава, он общается с ангелом Лаудикийской церкви, с пророком, служителем Лаудикийской церкви. У меня есть репортаж из той церкви, где вот этот пророк слышал, представляете, этот голос. Принимал это послание, то есть трансляцию, которая была обращена на то место. Мы с Олечкой ездили туда, в эту Лаудикийскую церковь, и прямо там пережили. Можете посмотреть это видео. И вот он обращается к этому служителю и говорит ему такие слова. Обличает его, говорит. Сначала он представляется, говорит, я верный, истинный, начало создания Божьего. То есть авторитетно так обращается к нему. И говорит, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден и горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, извергну тебя из уст моих. Эту часть мы пока оставим в стороне. Мы видим, что состояние этого служителя было таким, самодовольным. О чем свидетельствуют следующие слова. Он, знаете, как остыл, служение ему было так себе, не так важно, не до конца остыл, но уже и не горяч. То есть жизнь удалась. Вот это то, что здесь написано, это ловушка всех процветающих людей. Это называется жизнь удалась. Когда у тебя ничего, кроме Духа Божьего, не было, ты горел, ты это знаешь, все у тебя не воинством и не силой. Когда у тебя появляется преуспевание, у тебя всегда есть искушение сбавить обороты. Почему? Потому что есть еще что-то, кроме помазания. Вот почему важно быть имеющим, как не имеющим. И этот служитель, он попался в эту ловушку. Это не значит, что он плохой. Знаете, этими словами религиозники бьют друг друга. На самом деле, большинство из них не то, что в этом состоянии. Они носят имя, будто жив, на самом деле мертвы. То есть еще хуже. И вот Иисус, он не осуждает этого человека. Он попал в капкан, но он ему помогает. Иначе бы разговора вообще не было. Был бы приговор, а не разговор. А здесь разговор. Это важно понимать. И вот он ему говорит причину, почему он стал в таком состоянии. Он говорит, ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Скажите, вы пришли на этот курс не за этим. Вы же пришли все, друзья мои. Мы все учимся преуспеванию. И именно за этим. И хочется религиозный страх. Он говорит, лучше не богатеть. А то будешь жалок, нищ, не холоден, не горяч. Но не об этом речь. Не об этом. И быть богатым, разбогатеть и ни в чем не иметь нужды. Это вообще-то то, чего хочет Отец для нас. Но не ценой твоего состояния. И дальше бесценный урок от Духа Животворящего. Вообще слова, которые говорит ему Иисус, они очень странные. Вот первое. Ну вы поняли, друзья мои, да? У него самодовольная жизнь. Он говорит, богат, разбогател. Из-за этого у него настало вот это состояние такое. Мы все должны, друзья мои, стремиться. Я верю, что через этот курс многие из вас реально, вот как здесь написано, будут богатыми, разбогатеют и не будут, как минимум, иметь ни в чем нужды. Ну вот Иисус говорит ему странные слова. Обратите внимание. Может, вы никогда не обращали внимания. Он ему говорит, ты не знаешь, а не знаешь, что ты несчастен. Вот представляете, человек иногда не знает, что он несчастен. Вот когда, вот это вообще, это просто бомба какая-то, реально. Это вообще стоит отдельной проповеди. Человек может чувствовать себя счастливым, а не знать, что он несчастен. Вот когда мы говорим, что, помните, там, что сошедшие с катушек люди, которые, там, однополые вещи все эти, они считают себя счастливыми. Они говорят, мы счастливы, нам хорошо. Оказывается, и другие такие же, не только эти. Иисус говорит, что у человека есть состояние, во-первых, когда он не знает, какого он духа. Помните с учениками. В другом месте, вот в этом, Иисус говорит, что можно не знать, что ты несчастен. И это первое слово, которое он говорит разбогатевшему человеку. Он говорит, вот деньги могут сделать так, что ты не будешь знать, что ты несчастен. И если ты допустишь ошибку, о которой он здесь рассказывает. Деньги, друзья мои, их самое главное, понимаете, он это слово, увидьте, это очень важно в этой теме. Деньги могут сделать так, что человек не будет даже знать, что он несчастен. То есть, они окружают его иллюзией счастья. И на самом деле он находится в страшном капкане. Он говорит, ты уже даже не в устах Бога. Ты раньше радовался, что ты там, может, знаешь, как все время у тебя общение там. И тебе иногда может показаться, друг мой, вот представляешь, Иисус говорит, первое, что могут деньги сделать человеку страшную ловушку. Они будут транслировать ему мысль, ты счастливый, ты счастливый. И он не будет знать, что он несчастен. Самое главное, что именно этого ищут многие люди. Они говорят, я не хочу знать, что я несчастен. Я не хочу знать правду. Дайте денег, я закрою глаза и все. Поэтому он дальше говорит следующее слово. Ты жалок, ты жалок. Если ты выбрал деньги, ты жалок. Я не буду сегодня... Вот знаете, друзья, реально это отдельная тема, да. Он говорит, ты нищ. Ух ты, это как если разбогател, я нищ. Друзья мои, речь не идет о каком-то моральном, знаете, благородстве. Знаете, что там, о, ты деньги выбрал, значит, у тебя нет истинного представления о ценностях. Это не только в этом дело. Он говорит, ты слеп. Слеп – это человек, который живет в иллюзии, как я сказал. Вот ты именно слеп. Смотрите, апостол в своем послании, он говорит такую вещь богатым. Он говорит, богатство ваше сгнило. Он говорит, слушайте, вы богатые. Богатство ваше сгнило. Богатые в этот момент могли посмотреть на свое золотишко, на свои одежонки, машинки, домики и сказать, где что сгнило. Мы что-то не видим, что сгнило. То есть, Иаков называет конечные, то есть, он говорит, вот, то есть, конечный пункт, конечное видение их жизни, гниль. Вы, говорит, сгнили, заживо сгнили. Они смотрели на себя и говорят, мы счастливы, ты о чем? Вот это примерно то, что Иисус транслирует этому. Говорит, тебя в конце концов, ты не знаешь, что тебя ждет. Тебя ждет нищета, если ты не сменишь отношения. Он говорит, ты нищ. И он не имеет в виду духовно нищ. Он говорит, ты нищ, это конец вот такого состояния. Ты обанкротишься. Ты будешь бедным. Ты будешь несчастным. И он этим ребятам говорит. Говорит не потому, что плохо быть богатым, а потому, что эти богатые, судя по его посланию, они что-то о себе там думали. Глядели на менее успешных. И что-то там о себе думали. Он их там хлистал постоянно. Мы говорили об этом в ранних уроках. И вот представляете, вразумляя их, он говорит, вы с таким отношением? А, так речь об отношении, а не о деньгах. Да-да, речь об отношении. И Иисус тоже подводит об отношении кое-чему. Там они относились к людям так. А здесь Иисус представляет им свой прилавок, если можно сказать. Он говорит о настоящих товарах. Сейчас мы дойдем до этого. То есть, в этих посланиях речь идет о том, что личность, сидящая на престоле, в том варианте, это Иаков, который видел, чем это закончится. В этом варианте сам Иисус. Через Иоанна он говорит, чем это закончится. Он говорит, ты говоришь, я разбогател. Я вижу, ты уже обнищаешь. Я уже конкретно вижу, что с тобой будет. Послушай мое пророчество. Если ты... И дальше он ему говорит. Помните, да? Кого я люблю, тех обличаю. Обличать – это показывать истинное положение вещей. Он говорит, ты же со мной должен быть на престоле. Помните? Дам сесть тебе, все нормально. Приди в себя. Обличать – это приводить в себя, в чувства. Эй! Помните, прийти в себя – это прийти в сына. Вот я вам так это раскрыл. И вот смотрите. Дальше он ему предоставляет свой замечательный прейскурант. Или, иными словами, показывает свои товары. Он говорит, вот, я тебе сейчас скажу. Итак, пророк думал, что он разбогател. И речь шла о финансах. Почему он не знал, что он жалок и нищ? Ему предъявлен тест на стоимость его богатства. Вот то, что делает дальше Иисус, он говорит, хочешь, я скажу, сколько у тебя реально денег? И этот пророк, наверное, слушал это послание, говорит, ну, блин, денег у меня реально немало. А что скажет Иисус? Много у меня денег или мало? И он ему говорит, ну, смотри. Говорит, советую тебе купить у меня. Хочешь проверить, сколько у тебя денег? Купи у меня веру. Купи у меня состояние. Купи у меня жизнь. Сколько отвесишь. И этот пророк, если он был вменяемый человек, он бы подумал, как это купить вообще можно? Никаких денег не хватит, чтобы купить жизнь. Если бы я тебе сегодня сказал, сколько стоит твоя жизнь? Ну, сколько тебе денег дать? Это вопрос бы тебя сильно озадачил. Зачем деньги, если жизни нет? И он ему говорит, друзья мои, вау, правда? Сейчас я чуть-чуть вернусь, мы еще к этому придем. Тест моментально определяет. Если пророк вменяемый, служитель этот, он моментально должен был определить, так не так уж много у меня денег. А почему Иисус именно этими вещами оперирует? Вот это купи, это купи. Потому что, друзья мои, давайте вот так вспомним, что такое одежда. Одежда — это состояние. Белая одежда — это та одежда, на которой можно нарисовать любое состояние. Белая сегодня может стать золотой, красной, там, любой, фиолетовой, царской, скромной, ангельской. То есть это состояние. Если кто-то не знает, смотрите курс озерцательной жизни «Одежда и состояние в руках». И представляете, помазание дает власть менять свое состояние. То есть залог духа, он дает менять свое состояние. Ты можешь преобразиться. Ты можешь моментально. Друзья мои, в миру это стоит денег. Человек, чтобы поменять свое состояние, он говорит, надо перезагрузиться. Тратит деньги и едет, например, на курорт. А если нет денег? Ну все, сиди в своем состоянии. Человек, чтобы перезагрузить свое состояние, он платит бабки, там, психологам. Там, водку покупает, еще что-то. Это все связано с состоянием. Поменять состояние стоит огромных денег и в итоге до конца не меняет. Он говорит, помазание – это то, что меняет состояние навсегда. То есть вопрос с тем, чтобы поменять свое состояние, настроение, у тебя будет снят навсегда. За какие деньги это можно купить? Понимаете? Это что касается белых одежек. Давайте посмотрим. Вам нравится, что я говорю? Вау, это круто. Для чего это происходит? Ты должен знать, что ты продавать собираешься. Ценность товара. Иначе какую цену ты назначишь? И он говорит, состояние – это то, что позволит тебе избежать срамоты, наготы и позора. Потому что, друзья мои, если брать за состояние, давайте сейчас задумаемся, из-за чего случается позор у человека в жизни? Срамота, вот как здесь написано. Срамота случается из-за того, что его состояние становится очевидным. А если с состоянием все в порядке? Он говорит, чтобы не была видна срамота наготы твоей. Помазание делает это. Когда ты ходишь, у тебя есть самообладание, у тебя, ну как целомудрие, да, у тебя есть контроль над эмоциями, над своими измерениями внутренними. Вау, это белая одежда, это красота, это мощь, это сразу слава и авторитет. И люди, когда они учатся или ходят на какие-то сеансы, они добиваются контроля над состоянием. Потому что все до единого на земле знают, что самовладеющий собой, он лучший завоеватель города. И одежда состояния, это сразу все. Смотрите, кто находится в авторитете у всех людей в миру. Люди, владеющие собой. Мы восхищаемся героями, которые не боятся. Мы восхищаемся, значит, артистами, которые на сцене умеют облечься в какое-то состояние, возбудить публику. То есть состояние, это слава. Это вообще, это просто. И он говорит, за какие деньги можно это купить? Не за какие. Тут пророк сидит и думает, ну да, это не то, что можно купить за деньги. Более того, дайте еще за одежды скажу. Это все помазание. Одежда, друзья мои, это еще и здоровье. Потому что помазание, оно покрывает тело. Вы знаете, у нас есть курс нетления бесплатный. И купите бесплатный курс нетления, друзья мои. Я вам всем рекомендую. То есть одежда, она покрывает тебя полностью. То есть это, я уже не буду говорить за то, что одежда белая, она еще делает феноменальным. Помните, одежда на Иисусе просияла, стала белой, как снег. То есть одежда, она, состояние, она еще отвечает за сверхъестественные способности тела. То есть это вообще, это, ну знаете, как то, о чем вообще в бизнесе не говорят, потому что, ну, это как вообще с другой планеты знания. Но тем не менее, здоровье, вот эта слава, вот это состояние, самообладание, феноменальные способности тела, это все одежды. Вот чтобы вы поняли, почему я так говорю. Потому что Иисус сам был этой одеждой и есть. Говорят, облекитесь в Него. То есть, когда ты облегся в Бога, когда вот, знаешь, Бог тебя, ну, давайте вот так вот созерцательно, Бог тебя облег, стал твоей одеждой. Да ты все можешь. Ни о каком болезни тела, каких-то там смертях. И речи не идет. Тело становится феноменальным, сверхъестественным. То есть вот что такое одежда. Я уже не говорю там за душевные вещи, самообладание и так далее. О чем мы уже сказали. Нормально так, одежда хорошая, да? Купите. А это все помазание, друзья мои. Дальше он говорит, видящие глаза. Купи мать, чтобы видеть. За что можно купить видящие глаза? Я про физические вообще не говорю. Ну, вот давайте за... Что такое видящие глаза? Он говорит, помазание делает так, что твои глаза видят. И вот эту одежду, и золото огнем очищено. Но суть в чем, что видящие глаза – это жизнь без ошибок. Люди, друзья мои, за ошибки платят деньгами. Вот сделал ошибку, там, кредит взял по глупости, платишь деньгами с процентами. Сделал ошибку, разбил машину, платишь деньгами. Все за все вот ты платишь деньгами. Он говорит, а я сделаю так? Помните, он говорит, кто ходит днем, не спотыкается. Что твои глаза будут видеть? Дыры в кошельке исчезнут. Ты будешь принимать правильные решения. Скажите, друзья мои, человек, который принимает правильные решения, разве это они не становятся управленцами, директорами, владыками? Потому что, по сути дела говоря, директору, управленцу, ему платят в основном за умение принимать правильные решения. Это то, что не могут делать все его сотрудники. Они могут делать все, что он делает. Пить кофе, там, знаете, что-то там, сидеть в компьютере. Они могут делать все, но те решения, которые он принимает, ему и платят больше всех за это. Поэтому зрячие глаза, которые, вот наша миссия, да, открыть людям глаза, наше помазание, то, что мы умеем делать. Вот эти, чтобы видеть верные решения, это владычество, это успех, это слава. И он говорит, я могу сделать так, что, во-первых, у тебя исчезнут эти дыры в кошельке, да. Во-вторых, у тебя будет авторитет, и это все видящие глаза. Говорит, стоит это денег? И нормальный человек подумает, я сделаю любые деньги с таким даром. Любые деньги, это лучше. То есть, это, знаете, и он дальше говорит, очищенное золото. Вот это отдельное откровение, друзья мои. Очищенное золото, когда Иисус об этом говорит, он не просто говорит о неком духовном сокровище, потому что золото здесь выступает в мистическом смысле и в земном смысле, в мистическом. Вера, золото огнем очищенное, ссылаясь на другое место Писания, это вера, драгоценнее, огнем испытываемое, да, там, золото. То есть, вера – это золото огнем испытанное. И что такое вера, да, то есть, иногда у тебя и капитал есть, и что-то есть для того, чтобы делать деньги, но уверенности нет. Чтобы обрести эту уверенность, люди тоже платят деньги, они что только не делают, чтобы быть уверенным. Иногда человек, который уверенный, у него и денег нет, он сделает деньги. Не уверенный – потеряет деньги. То есть, вера очень важна. Не в каком-то, знаете, религиозном смысле, а просто, давайте опустим, приземлим слово вера до простой уверенности. Уверенность в себе. Уверенность, что Бог есть, и Он за тебя. Уверенность в своих обстоятельствах. За какие деньги это можно купить? То есть, находясь в таком состоянии, ты сделаешь любые деньги. Даже если неправильно что-то сделаешь, сделаешь, все равно еще раз поднимешься и встанешь. Это вера. Вот что такое золото огнем очищенное. То есть, это вера, на которую не действует огонь. Все. Есть золото, кондиция золота, ее уже огнем плавить бесполезно. Нет примесей. И вот такая уверенность без примесей, она дорогого стоит. И ее дает помазание. И у нас сегодня с вами, друзья мои, вот этот урок, он – это вообще и урок веры, и урок мудрости. В том числе, друзья мои, золото огнем очищенное, конечно же, это мудрость. Почему мудрость Соломона, вот это золото огнем очищенное, материализовалась в его жизни в огромное состояние золота, потрясающего, хорошего золота, который мы там тоннами привозили. И поэтому второй пункт, первый, золото огнем очищенное – это мудрость и вера, которая позволяет сколотить любое состояние. Естественно, что сразу возникает вопрос, так что лучше, иметь деньги или иметь вот это? Деньги-то, соответственно, ты будешь иметь, если у тебя будет это. Поэтому второй момент – золото огнем очищенное. Такого откровения вы точно еще не слышали. Существует золото физическое, которое очищено огнем мистически. Что это такое? Это золото, вам это понравится, очень понравится. Это золото, очищенное от земной подоплеки. Смотрите, написано «Земля и все дела на ней сгорят». То есть, дела земли подвержены огню. И остается золото, получая которое, нет необходимости в земных делах. Золото огнем очищено, тем огнем, который удаляет, сжигает все земные дела. Ты бы хотел иметь золото, ради которого не надо заниматься земными делами. Вот это золото огнем очищенное, вот это то, что предлагает Иисус. Говорит, без суеты, без земных дел, без земных забот я могу сделать так, что золото потечет в твои руки. Вау! Я верю, что вот все, кто захотят помазанием заниматься, вы все вот ради этого сюда и пришли. И последнее, что я скажу в этом пункте, друзья мои, это тоже хорошая новость для вас. Помазание – это товар, за который цена все. Поэтому, когда он ему говорит, предлагает купить, тот понимает, что всего, что у него есть, не хватит. Вот смысл этого диалога. Он говорит, можешь вот это все купить? Вы представляете, что он перечислил? Он практически перечислил все. И любой из этих пунктов делает тебя абсолютно сумасшедшим, богатым человеком материально. Имеет вот этот потенциал. Причем в любом месте. Тебе не надо жить в Америке или жить в Австралии или жить в Японии, в какой-то преуспевающей стране или там, где у тебя есть какой-то источник дохода. Помазание, оно тем классно, что оно с тобой везде. Знаешь, вот как я читал недавно объявление, какой-то массажист писал. Мужчина, он говорит, научу массажу. Массаж – это то, что не требует от тебя жить в какой-то определенной стране. Везде люди любят массаж. Я думаю, вот массажист это понял, а помазанники – нет. Они говорят, надо ехать в Америку жить, надо ехать туда жить, надо еще что-то жить. Надо жить там, где тебе живется. Понимаешь, жить в небесной стране, в которой у тебя нет никакого абсолютно значения, географическое расположение. Вот он догадался, что с массажем можно везде жить. Мы должны догадаться, что вот с этими вещами можно везде разбогатеть. Везде. Главное, чтобы они работали. И, друзья мои, знаете, вот скажу такую вещь, сейчас договорю эту мысль, но скажу такую вещь. Кто-то думает и говорит, ну, конечно, почему служитель в Америке, он там имеет деньги, а я вот живу в своей деревне, служу, но что-то я не вижу, что процветание работает. На это ответят следующие наши пункты. Друзья мои, служение – это то, в чем проявляется помазание. Помазание, настоящее помазание с нормальными результатами. Все остальное – это вообще не служение. Если кто-то думает, что он проводит там домашнюю группу, на которую собирает там силами, как фарисеи, море и сушу, чтобы обращались люди, это не служение. Это вообще не служение. И поэтому все будет тяжело и без денег. Должно быть. С помазанием все легко. И вот хорошая новость. Иисус в этом диалоге, он доказал этому человеку, этому служителю, что его имение, оно жалкое, оно держит его в плену иллюзии счастья, в то время, как есть большее. И что этих денег не хватит за те способности, которые дает помазание. За те возможности, которые дает помазание. За те доходы, которые может дать помазание. И хорошая новость заключается в том, что помазание – это товар, за который цена все. А значит, нет никакого предела тому, сколько может прийти в руки обладателю помазания, продавцу масла. Он ему доказал. Он говорит, у меня есть намного больше. В другом месте он говорит другому служителю, он говорит, «Знаю твою нищету, впрочем, ты богат». Помните? И если у того служителя, у которого не было денег, было помазание, Иисус ему напоминает, так давай, продавай масло. Эй, не отвлекайся, давай, делай. Знаю твою нищету. Тем более тебе нужно заниматься этим. Понимаете? То есть, одному напоминает заниматься этим, потому что тот забыл, а второму напоминает, потому что он в проблеме. Говорит, занимайся помазанием. Если ты в проблеме, если у тебя нет денег, занимайся помазанием. На это не нужен стартовый капитал, на это не нужно ничего. Просто ни воинством, ни силой, ни деньгами, ни богатством, духом моим, говорит Иисус. Поэтому, еще раз, доказав этому служителю, что всего его богатства не хватит на то, что есть у него, он ему говорит, занимайся этим, купи у меня, вот это все отодвинь в сторону. И кто-то может сказать, ну, типа, выкинь деньги, бери помоя. Нет, просто занимайся этим. По сути-то, ты от этого разбогател. Сейчас мы двинемся дальше, и дальше будем это объяснять. Хорошая новость, друзья мои, нет никакого предела, сколько может прийти денег в твою жизнь, когда ты занимаешься этим. Когда ты не живешь в плену иллюзии, что счастливым, как этот служитель, тебя сделало преуспевание, богатство. Он попал в эту иллюзию, ты вот говорит, так счастье не в этом. Счастье в том, когда у тебя есть то, что есть у меня, помазание. Даже если ты выкинешь деньги и займешься только помазанием, у тебя снова будет много денег, у тебя снова будет много золота. Как я уже сказал, он напоминает обнищавшему служителю в проблеме. Говорят, ты богат, не считай, что у тебя нет денег. А этому с деньгами говорят, ты нищий. Понимаете? То есть вот этот потенциал творить большие деньги, большие успехи, избегать ошибок, быть в теме могущественных решений, это все помазание. Последнее, что скажу еще в этом пункте, что Иисус этим самым мастер-классом, Он предлагает иногда осматривать свой товар. Вот то, что Он перечислил, друзья мои, что прежде чем что-то продавать, нужно знать Его истинную стоимость. Иначе ты будешь все время мешкать, или ты будешь в соблазне, в искушении брать плату просто деньгами за что-то, потому что в твоих глазах помазание не будет значить так много, как деньги. Запомните, забегая вперед, скажу, всех, кто назначает плату, на самом деле, скорее всего, у него ничего нет. А если и есть, то он даже не понял, какое сокровище у него в руках. Потому что плата всегда поглощает товар. Если за это заплачены деньги, значит, вот эта сумма, она больше, чем товар. Это и есть обмен. То есть ты даешь деньги, а более незначительная вещь, понимаете, как деньги, если за них покупают товар, это означает, что товар, вот эта сумма больше, чем этот товар. Иначе бы обмена не произошло. И когда ты продаешь что-то за деньги, то, что получил, вот назначаешь плату, этим самым ты говоришь, это не стоит вот этой суммы. Сумма важнее. И, соответственно, либо ты слеп, как этот пророк, либо у тебя просто ничего нет, а ты выдаешь за то, что у тебя есть. И поэтому, друзья мои, мы переходим к следующему вопросу. И следующий вопрос, он такой. Почему масло – это товар? Итак, почему масло, почему помазание – это товар? Прежде всего потому, друзья мои, что товар – это то, что есть явно, проявлено, снаружи. То есть товар – это то, что есть явно. Именно поэтому это называется товаром, ну или, как правильно сказать, тем, что можно купить, потому что это есть явно. Если есть, ну вот давайте сейчас перейдем в земное, как бы, да, в такое видимое. То есть видимые деньги – видимый товар. То есть никто не будет платить деньги, как говорят, покажи товар. Покажи, да. Преступники, помните, в фильмах там, приносят деньги, кто-то приносит там наркоту или оружие, ну прячут его, естественно, потому что это криминально. И прежде чем передать деньги, они что обычно говорят? Покажи товар. То есть покажи. Покажи. Павел говорил, помните, я приду и проверю силу возгордившихся, а не слова. Кто-то пытается словами имитировать явление, силу. И это, ну, это уже то, что является мошенничеством. Знаете, как продают тебе там, говорят, товар в багажнике, а его там нету. И точно так некоторые, ну там, верующие, там, служители, они могут говорить, знаешь, товар внутри меня, выдавать, что у них что-то есть. Или говорить, это уже внутри тебя. Человек вообще, ну как, не пережил, там ничего не происходит. С него там доят деньги постоянно за то, что ничего не происходит. Нет никакого товара. Вот поэтому, один из пунктов, почему помазание, ну, Иисус сам говорит, есть торговцы маслом, торгующие маслом. Это те, у кого помазание реально есть. оно проявляется и умножается. Товар это то, что можно передать. Знаете, вот есть люди, они помазанные, но они не могут ничего передавать. Они говорят, я сам переживаю, это один из пунктов. Сам переживаю, у меня есть, ну, вот я не могу это, ну, как оно, как я молюсь за кого-то, и ничего не работает. Ну, давайте вот так. Помазание может быть едой. Вот еда у меня есть в холодильнике, например, но это не та еда, которую я могу выставить на продажу. То есть, продавать. Или ее мало, или она там не в том виде уже, как бы, да, объедки же никто не продает. То есть, понимаете, для собственного потребления нечто, это еще не товар. Товар это не для собственного потребления. Если ты вот, правильно у тебя расставлено все в финансах, да, то есть, никто не продает свою, например, одежду, чтобы ходить голым. То есть, если ты продаешь одежду, скорее всего, тебе есть во что одеться. А есть люди, у которых есть во что одеться. У них есть помазание, у них есть даже какой-то опыт, самообладание. Но у них нету еще столько, если так можно сказать, чтобы продавать. Или опыта нету в том, чтобы, ну, маслом наделять людей. То есть, способность наделять. Вот для того, чтобы продавать масло, у тебя должна быть способность наделять. Иисус еще помазание называл хлебом. Вот, допустим, исцеление. То есть, отдать. Вот дать, реально, да, то есть, передать. Очень важно, навык передачи. Без передачи товара нет никакой оплаты. Кричи хоть что хочешь, как ты помазан. Помните, дух Господа Бога на мне, ибо он помазал меня, перечислил что, и после этих слов исцелил кого-то в синагоге. То есть, продемонстрировал товар, у меня есть. Он заявил, у меня есть, и продемонстрировал. Без демонстрации никто ничего покупать у тебя не будет. Поэтому, кто ждет урока, вот этого урока ждал, о торговле маслом, я напоминаю еще раз. Если у тебя проблема с тем, чтобы продавать физические вещи, скорее всего, у тебя будет проблема и с этим. И наоборот, человек, который научился продавать помазание, служить в невидимом, тот обычно может без проблем продавать и что-то другое. Привожу пример. Я никогда не занимался ничем, например, кроме госслужбы. Но в один момент я стал проводить домашнюю группу. И на это тоже нужно помазание. Я такой раз научился, помазание меня научило, я научился от помазания проводить это качественно. У меня домашка росла, я много раз начинал разные домашки, потом я стал начинать церкви. И к чему это привело? Когда ты начинаешь служить в этом, у тебя ж нету там ни денег, ничего. но смысл в том, что ты начинаешь учиться как бы всему. Тот, кто долго был там вот в таком служении, вдруг ты обнаруживаешь, что для меня, например, что-то организовать, это не такая проблема. То есть, помазание тебя, ты никогда этим не занимался, не ходил ни на какие курсы, но помазание тебя научило организационной работе. И что я могу сделать? Применить этот талант и уже зарабатывать деньги. И многие люди, побыв лидером домашней группы, состоялись в чем-то другом. Человек, который на улице кает людей, для него, как правило, стоять за прилавком и что-то продавать, это не проблема. То есть, он уже научен подтягивать там все, это помазание его научило. Потому что, он не родился с тем, или, как правильно сказать, не то, что не родился, он нигде не ходил и на какие-то школы платные, то есть, он не приобретал этот навык. Это помазание его учил. Если кто-то даже пытался учиться евангелизации, ты понимаешь, что без помазания это мука, реально. И поэтому помазание, оно делает тебя способным к многим вещам, даже не связанным с церковным служением. Почему многие ушли в бизнес, например, с пастерства? Были пасторами, занялись бизнесом. А когда он успел бизнесом научиться заниматься? Да потому что церковь это тоже бизнес. Если он научился невидимое продавать, он и видимое продаст. И наоборот. Друзья мои, если вот между этими вещами продажа видимого и невидимого нету баланса, то есть, если что-то одного из этого ты не умеешь, скорее всего, ты и другое не умеешь. Если ты умеешь продавать товары видимые, и ты двинешься в том, чтобы заниматься помазанием, у тебя получится. Я знаю, что, например, в церкви Юэнгичо лидером можно было стать, только если ты имел свое предпринимательство. Умеешь деньги зарабатывать? Все нормально, у тебя есть домашняя группа будет. Но я думаю, и наоборот. Не думаю, я уверен, что если ты умеешь реальным быть крутым лидером домашней группы, вести фирму, друзья мои, это детский сад. Там, где у тебя есть возможность платить работникам, мотивировать их намного легче. Чем заставить свою команду без денег двигаться годами, ну, просто не платя им послушаться тебя. Это сложнее. Платить деньги, нанимать кого хочешь, это, ну, намного легче. Понимаете, о чем я? Купи у меня, скажи, купи у меня. И почему все-таки масло это товар? Смотрите, почему бы Петру тогда, если это товар не было, принять плату? Я скажу о себе, что я всегда отдаю бесплатно, но плата все-таки есть. Вот основная причина, почему масло это товар. Оно не бесплатное по определению. И плата, теперь вот мы говорили, почему товар, плата. Плата это то, что показывает две вещи. Первое, есть ли реальное масло? Это то, о чем мы сейчас вот говорили. то есть, как я уже сказал, если его реально нет, никто тебе ничего давать не будет. Вот я тебе просто скажу, из жалости могут дать. Вот просто могут из жалости что-то дать, что ты тут пыхтишь, стараешься. На самом деле, на самом деле, вот система товар-оплата, она показывает, что у тебя есть. Помните, как Петр, что имею, то и даю. Мы сейчас еще вернемся к этому. И плата, когда тебе дают деньги. Вот как я приводил этот пример много раз, люди у меня спрашивали, помощники мои, конечно, пастор, нам деньги никто не дает. Как тебе? Я у них спрашивал, а за что тебе деньги давать? Вот скажи мне, вот просто пример приведи, вот за что тебе давать деньги? Ну, я там отвечаю, ну, я вот тут там что-нибудь администрирую, там, или я там пою, там, например, на сцене. И я говорю, так понимаешь, даже в мировой культуре поют на сцене многие, а реальные деньги имеют очень немногие. И это говорят, ну, просто продюсера хорошего нет. Правильно, вот помазание это и есть продюсер. Помазание сделает тебя видимым, вот как продюсер поднимет, покажет всем, и помазание, оно тебе покажет, всем покажет. во-вторых, помазание, оно сделает твой голос слышимым, вот как микрофон, продюсер дает микрофон, говорит, пой, камеры тебе, тебя видят, слышат, то есть делает тебя популярным, оно тебя раскручивает. Никто не может сделать тебя великим служителем, кроме помазания, Бог поднимает. и вот плата, когда вот идет, почему это называется товаром, плата это то, что дают за товар, то есть за реальные вещи, услышь меня сейчас, деньги это то, что дают за реальность, не за болтовню, за реальность, вот когда ты реально открыл людям глаза, и они увидели, они думают, вау, это же помазание на моем разе, я раньше этого не видел, он говорит, купи у меня, мазь, чтобы видеть, и когда человек вдруг, не от твоих увещеваний дурацких, знаешь, а от помазания, вдруг он увидел мир Сына Божьего, он думает, да, я перечислю этому Яковишину денег, потому что это реально помазание, ну там, ну понимаете, да, и он дает не потому, что я красиво говорю, потому что говорят красиво очень многие, он пережил это, реально, он понял, что в этом что-то есть, они еще говорят, до конца понять не могу, но что-то есть, или когда ты говоришь, он исцеляется, или когда ты говоришь, он переживает, как мне вот буквально накануне вот этого видео писала женщина, такая деликатная проблема, она говорит, 8 лет я страдала от демонической похоти, говорит, мои органы, извиняюсь за подробности, женские, находились в состоянии крайнего возбуждения, постоянно, невозможно жить, ни о чем думать, ты просто, там, ну что-то, мышцы сжаты, и говорит, и просто ты смотришь по сторонам, ты как больной ходишь, говорит, это мучение, и во время вашего утреннего эфира я вдруг почувствовал, что это ушло, мышцы расслабились, говорит, я сижу, говорит, два дня плачу в эйфории, боже мой, какая свобода, мне ничего не надо, никакие мужики, ничего, вот все, я сижу плачу, я думаю, объясните этому человеку, что я это убедил его, что она в порядке, как этому можно убедить, у него реально симптомы все, жесть вот эта на лицо, или, или когда человек пережил помазание, ему пришли к врачу и говорят, у вас фибромиома исчезла, и он, знаешь, как это можно сделать за деньги, или убедить словами, что у человека все хорошо, нет, это помазание, явный товар, явный товар, услышь меня, явный, и поэтому у человека, в помазании заложена такая удивительная способность, она побуждает человека заплатить хоть что-нибудь, и почему, сейчас мы к этому тоже еще подойдем, почему человек обычно, когда дает деньги, вот уже пережив все эти вещи, если он действительно пережил помазание, он не считает, что он платит, он знаешь, у него такое состояние, он говорит, это самое малое, что я могу дать вообще, вот за, даже не за это, а просто, ну возьми хоть что-нибудь, потому что я не знаю, ну что мне, руку отрезать, как отблагодарить, ну как, знаете, люди пережив эти вещи, они детей своих отдавали, вот как, помните, Анна, она дала обед, и ей сказали, родишь, и она когда родила, она пережила снятие этого позора бездетности, она даже ребенка отдала в храм на служение, и вырос великий пророк, то есть люди понимают, что деньги это, ну знаешь, ну возьмите хоть деньги, возьмите хоть деньги, они говорят, вот этот секрет заложен в помазание, и здесь есть вторая часть этого момента, то есть, по сути дела говоря, эти деньги приходят, как воплощение из помазания, почему, потому что помазание, это одновременно и товар, и оплата, это не потому, что человек дал, но в помазание заложена сила, которая цепляет людей, и они дают деньги, и даже заложена сила, если не дают деньги, она сделает так, что обстоятельства развернутся таким образом, что деньги придут, даже это не выглядит так, что ты послужил помазанием, чел сразу достал и рассчитался, это было бы слишком примитивно, потому что деньги могут прийти и не от этого человека, но как правило, Павел говорит, нормальное явление, когда человек, переживший помазание, воспринимает это, как сеяние в него, духовного, из чего нужно пожать телесное, он вразумляет церковь и говорит, если вы действительно переживаете эти вещи, духовные, странно, что у вас не производит это никакой жатвы наружу, вы, говорит, подумайте над этим, он их вразумляет, как детей, и поэтому, это действие помазания, это как палка о двух концах, с одной стороны, она показывает, что у меня есть товар, если мне за мое служение, я думаю, что я помазанник, но не приходят финансы, нету помазания, так вон там человек исцелился, да, друзья мои, сегодня можно, люди могут исцеляться, и от психосоматических причин, посредством чего-нибудь другого, да и вообще вопрос не в этом, есть еще отношение к проявляемому помазанию, то есть иногда ты исцеляешь помазанием, но ты как вот этот нищий служитель такой, ну я бедный, я бедный, то есть нету правильного отношения, что ты чего, я имею лицензию на продажу небесного масла, я крутой, мой товар стоит дороже жизни, знаете вот, и когда ты идешь с таким достоинством, деньги будут, и скажу вам, если тебе долго не приходят деньги за твое служение, что-то не так с твоим помазанием, мы сейчас еще будем разбирать, как это умножать, как входить в это, что-то не так с твоим помазанием, возможно его и нету, знаешь, я пророчествую туда-сюда, ну странно, что денег никто не дает, ну может ты пророчествуешь уже из головы, может помазание не движется, а люди жизни не меняются, или еще что-то такое, и поэтому это первый сигнал для служителя, странно, если я служу в помазании, это божье служение, где деньги, то есть это нормальный вопрос, второй момент, это наоборот, это вопрос, принял ли принимающий помазание, потому что не только от служителя зависит, бывает, что ты и в помазании служишь, но человек, который тебя слушает, он или не принимает помазание, либо жадность выше того, что он принял, его не дает, и это знак для тех, кому служат помазанием, вот просто вопрос, знаешь, Павел говорит, ну если вы пережили это, странно, где деньги, вы знаете, так только Павел мог сказать, он такой говорит, заботьтесь о нищих, и говорил про себя, и он мог им сказать, вот я вас, ребята, не понимаю, вы пережили помазание, реально, вот Иисус, например, говорит, что это стоит всей жизни, а от вас даже денег нет, понимаете, говорит, мы нищие, и мне в Иерусалим нечего достать, он мотивирует их, и говорит, странно, так не бывает, может вы душите в себе действия помазания, так, ребята, вы скоро нищими станете, если переживая помазание, переживая изменение жизни, переживая такие вещи, открытие глаз, мир Сына Божьего, и вы, от вас толку никакого, ну у меня вопрос, тогда или Павел не транслирует помазание, или вы, воспринимая помазание, остаетесь бесплодными, и он их побуждает, это понятно, то есть деньги, он говорит, это признак принятого вами помазания, помазания, и есть такая даже традиция, когда, знаете, проповедник что-то говорит, людей торкает, реально, они переживают, они выбегают прямо на сцену, бросают деньги, в моем служении никогда еще такого не было, но это еще от культуры, конечно, зависит, не везде так принято, но бывает, что человека не удержать, ко мне обычно, если такое происходит, на сцену не бросают, а подходят и дают, просто такие, мы в шоке, вот пожалуйста, и это нормально, поэтому помазание называется масло товаром, потому что, во-первых, оно реально есть, и его видно, а второе, помазание называется товаром, потому что, если оно реально есть и видно, то приняв его, человек высвобождает финансы, то есть наблюдается некий такой обмен, и этот обмен, он заложен, закон этого обмена, в помазании, помазание это одновременно, и товар, и плата, и товар, и плата, то есть, когда я высвобождаю помазание, я надеюсь не на то, что люди мне дадут, а надеюсь, что помазание произведет плату, я жду платы от помазания, по сути, от Бога, и, если с точки зрения бизнеса, друзья мои, это напоминает, как бы, трехстороннюю сделку, я даю, ты получаешь, платит Бог, но Бог заплатит, через тебя, либо, если ты откажешься, он все равно заплатит, через кого-то, он свое обязательство помнит, но тебя сразу это ставит, в какое-то интересное положение, да, то есть, интересно, а почему не через тебя, ну, знаете, как человек принимающий, он, например, принял, и думает, ну, ему Бог заплатит, он же сам говорит, что на Бога, на него, пускай тебе Бог и платит, и сразу возникает вопрос, интересно, то есть, Бог через меня, внедрялся в тебя, и производил действия, почему не происходит с обратной стороны этого, то есть, ты как в одни ворота, и это очень плохо, человек, привыкающий жить в одни ворота, в помазание служить, никогда не будет, привычка только есть, и ничего не давать, блокирует все на свете, то есть, ты не будешь источником, это позиция Адама, а блажение давать, поэтому, я блаженный, я даю, но ты же тоже блаженный, и ты давай, вот это все, вот эти вещи заложены в помазание, Павел не стесняясь об этом говорит, и это, если ты собираешься служить помазанием, оно должно тебе успокоить, сейчас мы будем говорить про стоимость товара, еще и еще, оно должно тебя успокоить, что в любом случае, если ты действительно движешься в помазание, не будет с деньгами проблем, более того, как я уже сказал, нету никаких границ вообще, сколько денег может прийти, из-за помазания, потому что оно больше всех денег, никогда за деньги нельзя купить помазание, это помазание купит любые деньги, оно купит и доллары, и евро, и турики, и золото, все что хочет, помазание купит деньги, не наоборот, понятно? Итак, дорогие друзья, в этом уроке мы рассмотрели, что помазание, это потрясающий товар, товар, за который нельзя заплатить деньгами, это можно сказать, что помазание, это наоборот, то, что может скупить все, нет никаких границ, что может прийти к тебе, если ты будешь продавцом вот этого масла, Иисус назвал имеющих помазание и служащих помазанием, вот есть, помните, да, я говорил в этом уроке, что иметь помазание и служить помазанием, это не одно и то же, и мы продолжим говорить об этом в следующем уроке, я хочу сказать, подвести итог, что это никогда не бесплатно, как я сказал, в помазание заложена и сама сделка, помазание, это как будто третья главная сторона сделки, или как надзирающий за сделкой, и платящий, то есть, можно много терминов подобрать, но, одно известно, что Павел, например, как я уже сказал, он призывал верующих быть почвой для помазания, помните, когда мы говорим, стези источают туг, и луга одеваются стадами, то есть, помазание с этой почвой делает что-то, что на ней появляются одежды стад, то есть, много покрываются стадами, и это хороший такой, знаете, образ, ну, как два места в Писании делают образ, он говорит, вы почва, мы сеем вас помазание, и от вас должна быть физическая прибыль, и в том месте, которое мы так любим, стези источают туг, источают на землю, написано, что земля умягчается, одеваются луга стадами, вот она земля, получившая помазание, с вами что-то должно происходить, вы приняли это для процветания, вот так выглядит это преуспевание, так выглядит это исцеление, и мы говорим о том, что товар, это потому, что это должно быть реально, у тебя действительно должен быть товар, если ты действительно собираешься видеть обеспечение свое, то есть обеспечивая помазанием, то есть обеспечивая помазанием, получаешь обеспечение финансовое, и Иисус, мне нравится, что он показывает этих продающих масла, продающие масла, друзья мои, вот сейчас вы должны, как вот этот главный итог принять, продающие масла, это не бомжи, которые побираются на служение, это не попрошайничество, знаете, когда Павел говорил одному из своих помощников, он говорит, ты самим собой мне должен, должен, то есть он говорит, а чем, из-за чего, естественно, что Павел что-то сделал с его жизнью, настолько ощутимое, что имел власть говорить, ты мне должен, естественно, это не было какое-то хапужничество, он просил там за своего помощника, чтобы тот его отпустил, да, но тем не менее, он говорит, ты мне должен, образовалось нечто, что не мешало бы тебе послужить, не мешало бы тебе дать, скажите, друзья мои, если бы это была просто болтовня, то этот человек мог бы ему ответить, ну да, ты неплохо рассказал, ты неплохо процитировал Библию, но моя жизнь не изменилась, ничего не произошло, глаза не открылись, я не увидел чего-то там, я не получил того-то, знаете, то есть этот человек прекрасно знал, возник этот коннект, в котором один отдал, а второй получил, и возник момент отдать, заплатить за это, если так можно сказать, то есть помазание всегда приносит доход, помазание возникает, делает так, что у людей возникает чувство, что отдать хоть что-нибудь, как я уже сказал, и еще раз говорю, это сильно отличается от попрошайничества, я помню, у меня в голове есть один пример, когда маленький мальчик, он мыл колеса останавливающимся машинам за деньги, и один богатый человек, он, ну не богатый, а просто имеющий деньги, он достал деньги, говорит, не надо мыть колеса, просто на тебе, я вижу, что тебе деньги нужны, и этот мальчик говорит, я не нищий, я работаю, понимаете, я не нищий, он говорит, я не попрошайка, я работаю, и отказался брать деньги без услуг, тогда тот человек говорит, ну ладно, хорошо помой колеса, если это так, дал там больше, может дать больше, но он дал за что-то, и для мальчика это было важно, сегодня служители, они парятся над этим, они не давая ничего, не заботясь, не наблюдая, чтобы жизни изменились, по-настоящему, исцеление произошло, освобождение произошло, они говорят, давайте деньги, то есть за что, еще раз говорю, продавец масла, это человек, вы знаете, если бы сегодня выдали лицензию на торговлю золотом, на торговлю ценными бумагами, там на что-то такое, что не так просто получить лицензию, даже если есть золото, вы знаете, что может быть золото, но получить лицензию, на его продажу, это целая история, у тебя там, ну, это непростые вещи, вообще, или какую-то значимую, значимый вид деятельности, которые не каждая, вот банковская деятельность, да, то есть не каждая фирма имеет право заниматься банковской деятельностью, для этого нужно, там, уставной капитал, очень серьезный, там, миллионы, да, чтобы зарегистрировалась банк, и вдруг у тебя это есть, как только у тебя это есть, ты перестаешь, то есть, ты сразу, у тебя моментально, не будет этого чувства, что тебе надо у кого-то что-то просить, ты будешь предлагать, не просить пожертвовать, а предлагать, это разные вещи, знаете, как, я знаю, что у меня есть, я хочу, чтобы вы эту разницу увидели, вот эта вот извиняющаяся позиция, дайте денег, мы там пробуждение сделаем, как я все время говорю, они сделали пробуждение, пятидесятница произошла, и не надо было никого просить, люди продавали имение сами, когда видели масштаб, то и масштаб пожертвования был совершенно другой, и поэтому, когда, сегодня я разговариваю с некоторыми, я там слышу о некоторых служителях, которые там сидят, бедные и нищие, я думаю, тебе не пожертвованиями надо заниматься, а помазанием тебе надо заниматься, помазанием, всем и каждому, говорю, сделать так, чтобы твой товар был очевиден, Павел говорит, чтобы успех был для всех очевиден, вот тогда это является товаром, а так, если у тебя просто есть помазание, я его чувствую, но почему мне деньги никто не платит, потому что это твоя еда, ты его чувствуешь для себя, это хорошо, что ты чувствуешь, но ты чувствуешь это для себя, в заключение скажу, что все продавцы маслом, они должны чувствоваться очень достойно, потому что если у тебя есть чувство, что ты продаешь воздух, ничто, или чувствуешь себя обманщиком, когда что-то предлагаешь, у тебя проблемы с помазанием, люди, у которых действительно есть, что подать, они обычно ведут себя очень уверенно, вот как Сын Божий говорит, купи у меня, дружище, твои бабки, это вообще ничто, по сравнению с тем, что есть у меня, поэтому, когда я тебе предлагаю что-то, как Павел говорит, ну как, дать, это самое малое, он и говорит, невелико, невелико, то есть, говорит, это вообще мелочь, то, что вам надо сделать, это ерунда, по сравнению с тем, что мы дали вам, напоминает им, и цена за помазание, умножение помазания, вот эти все вещи, мы рассмотрим на следующем уроке, я хочу особенно, чтобы до вас, вот друзья мои, кроме того, что мы сказали сегодня, еще дошло все-таки, как выглядит плата за помазание, я еще погружу, это называется метод Авраама, у меня есть метод Авраама, что значит плата, плата по методу Авраама, вы узнаете, как это работает, вы узнаете, что такое метод покупки, по-авраамовски, да, и узнаете, что такое купи бесплаты, и мы сильно-сильно поговорим, как сделать так, чтобы это умножалось, до того, чтобы ты смог это пойти и продавать, не просто кушать самому, а продавать, вот эти вопросы мы рассмотрим в следующем уроке, сейчас я хочу помолиться, помолиться за то, чтобы ты, у тебя, знаешь, откровение, о огромной цене помазания, о его безмерной ценности, ну, даже не стоимости, а ценности, вот, чтобы оно укоренилось тебе, чтобы у тебя навык рассматривать ценность помазания, как его преподал Иисус, говорит, вот смотри, у меня есть помазание, я тебе расскажу, что это, то, как я это рассказал сегодня, пересмотри этот урок, именно осознание ценности помазания, друзья мои, оно и делает тебя, по сути, продавцом, если ты не видишь ценности, ты, конечно, можешь религиозно сказать, о да, это очень ценно, целую лекцию прочитать, как это ценно, отношение твое к нему, покажет ценность, никто, знаете, бриллианты ногами не пинает, никто не говорит, ну, да, да, бриллианты, это ценность, только за них речь заходит, ну, бриллианты, это да, то есть, ценность, она осознанна, она живет внутри, и Иисус проговаривает это, знаете, почему, потому что Он знал, что это за сокровище, поэтому Он мог так дерзко ему сказать, да, ты несчастный, ты несчастный, тебе нужно то, что есть у меня, а не то, на что ты сейчас зациклился, ты несчастный, понимаете, ты слепой, ты голый, Боже, ты голый, так мог сказать только личность, которая реально знает ценность, и, как вот проверить, да, взять себя спросить, без помазания я голый? А нет, нормально, он прикинулся там, знаете, хороший одежда, без помазания я несчастный, да не, вроде не чувствую себя несчастным, без помазания, вот понимаете, это тест, и Он говорит, вот это и покажет твое истинное отношение, как ты ценишь помазание, и тогда ты сможешь его продавать, очень, к тебе большие потекут, ну, ресурсы, финансы, если ты будешь понимать сам эту ценность, это начало, начал, поэтому, когда ты хочешь иметь с этим дело, с помазанием, вот с его, так сказать, продажей, тебе надо постоянно эту ценность осознавать, вот прям прогонять перед глазами, тестировать себя, иначе, вот как Он говорит ему, что несчастный, ты несчастный, даже выплюну тебя, не буду говорить о тебе, животворящий Дух не будет о тебе свидетельствовать, понимаете, что это такое, когда говорит, историю у тебя из уст моих, в обычной жизни служителя, это означает, я не буду свидетельствовать о тебе, что ты помазанник, то есть не будет это проявляться, и тогда, где твои денежки будут, от которых ты разбогател, пророк, понимаете, о чем речь, это очень сильно, поэтому сейчас я молюсь об этом, чтобы у тебя это осознание, это откровение, оно пришло, возьми сейчас, откинься, просто сядь поудобнее, улыбнись широко, и скажи, как хорошо, что у меня есть помазание, как хорошо, что я сегодня снова и снова слышу это, как хорошо, что у меня есть возможность просто заморочиться на помазание, зациклиться, как зациклен Сын Божий на этом помазании, прямо попроси, скажи, отец, я хочу знать больше об этом, я хочу больше чувств, которые ведут меня к тому, чтобы оценить это по-настоящему, пускай эти чувствования просто овладеют моей душой, чувствования, что я хочу это помазание, и я хочу иметь эту как будто лицензию, этот мандат, эти полномочия, как иногда пишут, я помню, на каком-то книге Банихина было написано, мужчина, уполномоченный Богом, нести помазание, вау, вот сейчас прямо на ум пришло, это так сильно, это лицензия на то, чтобы высвобождать, наделять людей этим, и это не то же самое, что просто иметь для себя, отец, я благодарю тебя, что прямо сейчас открываются сыны, предназначенные наделять помазанием, сводить огонь, сводить исцеление, кормить хлебом, открывать глаза, высвобождать пять пророческих слов, разбивающие старую жизнь в клочья, высвобождающие новые одежды, состояния, обогащающие нетленным золотом, обогащающие способностью преуспевать без земных забот, золото огнем очищено, только сыны могут это делать, отец, только сыны могут это делать, просто подними сейчас свои руки, я хочу, чтобы ты почувствовал себя, если ты такой служитель, который хочет этим заниматься, ты мой друг, однажды я отдал себя этому, побудь со мной в этой трансляции, никогда не пожалел, никогда не пожалел, и отдайся сейчас этой трансляции, посмотри на себя, как на способного наделять помазанием, и начало, начал такой способности это ценить то, что есть у тебя, когда Иисус говорит, купи у меня, это значит, Он знает, что у Него есть, и это очень ценно, Он сам относится к этому, как к тому, что не стоит никаких денег, и только это делает Его способным, уполномоченным продавать это, говорить, купи у меня, попробуй купи, если сможешь, я думаю, что сейчас кому-то надо пообещать самому себе, что ты будешь ценить помазание с новой силой, я знаю, что у некоторых из вас, друзья мои, способность высвобождать и наделять помазанием проявится уже после этого урока, потому что вы перезагрузились в оценки, вы получили какое-то обличение, даже, вы подумали, что, вау, я не ценил так сильно помазание, где-то я ослабил, ослаб, охладел, но я буду ценить, и я говорю тебе Духом Божьим, что, когда ты пойдешь, ты уже почувствуешь, что помазание выросло на тебе, такое прямо, как наслоилось, просто из-за того, что ты стал ценить, Иисус обещал, говорит, я обличаю, и я хочу тебя видеть с собой на престоле, когда ты купишь у меня это, когда ты пройдешь через этот тест оценки, ты будешь сидеть на престоле, и некоторые из вас, вы уже почувствовали уверенность, вау, оказывается, все, что надо, у меня есть, и уже чувствуете себя на престоле по-другому, это здорово, отец, я благодарю тебя за каждого, кто переживает это, спасибо, 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 почувствуй, тебе за твое помазание, отец, аллилуйя, 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 и мы еще раз, и еще раз будем видеть, как осуществляется продажа небесного масла, до встречи, пока, мы нищие, и многих обогащаем, это наша власть, мы нищие, мы себя называем, не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один, ты поставлен на управление, поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни, это сын, который не говорит, дай мне козленка, сын, который раздает этих козлят, назначает урочное, служанкам, меру хлеба выделяет, мне не нужен миллион долларов, мне нужно миллион возможностей, процветание, не здесь, процветание, здесь, я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца, в твоем процветании, явить избрание, договорились, подт Muito много, не¿? hold on sweetener,